МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самолет, который летает над морем, должен уметь взлетать с воды и садиться на водную поверхность. О том, как этого добиться, лучше всего знают в ЦАГе, Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского. Рассказ о создании советской гидравиации в фильме «Оружие». В апреле 1930 года в московском филиале ЦАГе был сдан в эксплуатацию гидроканал. Это событие определило весь дальнейший ход исследований в области гидродинамики. После этого ученые смогли оказать реальную помощь конструкторским бюро в развитии отечественной гидравиации и кораблестроения. Вопросами развития гидравиации ЦАГе занимался практически с первого своего этапа развития. С 1930 года, когда был введен в строй гидроканал, самые активные начались исследования, посвященные новым гидросамолетам, скоростным судам. Но самолетная тематика была все-таки доминирующей. Для Советского Союза, с учетом его географического положения, развитие гидравиации приобрело особое значение. Гигантская территория, громадная протяженность океанских и морских границ, разветвленная сеть водоемов внутри страны, отсутствие современных аэродромов на обширных территориях требовали большого количества самолетов-амфибий. Только они могли использовать для взлета и посадки водную поверхность, а не бетонированные полосы аэродромов. Специалисты ЦАГИ занялись изучением гидросамолетов при всех видах нагрузок, во всех режимах работы и при любых метеоусловиях. Ведь такие машины должны летать и в штиль, и при сильном волнении, и даже в штормовую погоду. Неизведанной сферой науки была и мореходность гидросамолетов, то есть их способность держаться на воде при любом состоянии поверхности. В результате совместной работы ученых и конструкторов появилось несколько удачных машин. В 1932 году в серию был запущен легкий самолет-амфибия Ша-2. Выпускался серийно более крупный самолет, летающая лодка МБР-2 и корабельные разведчики Кор-1 и Кор-2. В конструкторском бюро Туполева были сконструированы большие военные гидросамолеты, летающие лодки МДР-2, двухлодочный катамаран МК-1 и морской тяжелый бомбардировщик МТБ-2. Целая серия машин пошла. Причем многие из них по характеристикам и на сегодняшний день с точки зрения и гидродинамики, и сочетания аэродинамических и гидродинамических характеристик, находятся на достаточно высоком техническом уровне. Частично это связано с тем, что эти самолеты имели часть конструкции деревянной, были относительно более легкими, чем современные машины. Но, во всяком случае, эти машины шли в серийное производство, и многие из них участвовали в войне. Эра атомного оружия, наступившая после Второй мировой войны, поставила перед учеными и конструкторами, которые работали в области гидроавиации, новые, гораздо более сложные задачи. В самом деле, наверное, последний такой очень активный всплеск интереса гидроавиации произошел как раз сразу после войны, когда у противоборствующих, ну нельзя сказать противоборствующих, противостоящих сторон, у НАТО, у американцев и у Советского Союза появилось ядерное оружие. Стало понятно, что аэродромы станут целью первого удара, и после его нанесения самолеты не смогут эксплуатироваться. В то же время было ощущение, что если удастся разместить самолеты и бомбардировщики, истребители на воде, то эти аэродромы неуничтожимы, ну и с них можно будет работать, ну вот уже в ходе развертывания ядерного конфликта. Военные специалисты считали, что достоинство гидросамолетов это использование укрытых береговых акваторий, которые обеспечивают неограниченную и неуязвимую площадь для посадки. Считалось также, что гидросамолеты будут представлять очень эффективное средство для неожиданной атаки противника. А также для успешного ведения противолодочной обороны. Самый большой интерес к развитию гидроавиации проявляли Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Обе стороны прорабатывали варианты создания и стратегических носителей ядерного оружия, и фронтовых истребителей морского базирования. Американская фирма «Мартин» в начале 50-х годов приступила к реализации программы строительства тяжелой многоцелевой летающей лодки «Си-Мастер». Фирма «Конвейер» разработала истребитель на глиссирующих крыльях «Си-Дар». Самолет многоцелевого назначения. Он и противолодочный, он и бомбардировщик. Но вот этот самолет, даже винтовой, они все-таки до полного совершенства не смогли довезти. Ну, а развитие нашей авиации, оно шло, значит, под очень сильным давлением военных. Военным хотелось получить бомбардировщик, который бы обладал, значит, такими вот уникальными свойствами. Почти все испытания опытных образцов американских самолетов-амфибий закончились авариями. Из-за непреодолимых технических трудностей все эти программы были свернуты. В Советском Союзе разработка гидросамолетов шла постоянно и последовательно. Изменялось только целевое назначение летательных аппаратов. Военно-морскому флоту в первую очередь требовались противолодочные, разведывательные, поисково-спасательные машины. В 1951 году конструкторским бюро Георгия Бериева совместно с учеными ЦАГИ начала создаваться первая в мире летающая лодка с турбореактивными двигателями — Р-1. Бериев Георгий Михайлович — выдающийся советский авиаконструктор, генерал-майор-инженер, доктор технических наук. Годы жизни — 1903-1979. Более 30 лет работал главным конструктором и начальником Центрального конструкторского бюро морского самолетостроения. Под его руководством создано около двух десятков моделей гидросамолетов. Деятельность Георгия Бериева многие годы была тесно связана с Центральным аэрогидродинамическим институтом имени профессора Жуковского. Скорости полета, взлета и посадки новой машины КБ Бериева в два с лишним раза превышали показатели существующих поршневых гидросамолетов. Эта разработка потребовала решения многих совершенно новых проблем, связанных с применением в гидроавиации реактивных силовых установок. Понимаете, что для реактивного самолета очень высокие скорости движения по воде. И в процессе уже испытания этой лодки, несмотря на то, что предварительная отработка велась в гидроканале, возникли столь серьезные проблемы, что даже заговорили о гидродинамическом барьере скорости. В действительности такого барьера не существует. Просто некоторое время не могли разобраться с причинами потери устойчивости этой лодки на произлетных режимах. Она активно раскачивалась, выпрыгивала из воды. В общем, были очень серьезные проблемы. Целый год гидродинамики ЦАГИ и специалисты конструкторского бюро Бериева занимались тем, что пытались лечить эту лодку. Машину на государственные испытания не передали. Было решено на Р-1 отработать и выявить все особенности реактивного гидросамолета и только после этого приступить к созданию боевой машины более крупной, с большей дальностью и грузоподъемностью. Гидросамолет Р-1 использовался в качестве летающей лаборатории. На нем проводились различные исследования и эксперименты. Полученный опыт использовался при создании боевого гидросамолета-разведчика и торпедоносца Б-10. Это был первый советский реактивный гидросамолет со стреловедным крылом, доведенный до серийного производства. Следующим этапным достижением гидродинамика в ЦАГе стала схема летающей лодки Бе-42 «Альбатрос». Он имеет шасси и может эксплуатироваться на сухопутных аэродромах. «Альбатрос» — самый большой в мире гидросамолет с уникальными летно-техническими и мореходными характеристиками. На нем установлены 170 мировых рекордов. Была идея использовать этот самолет как спасательный самолет, как патрульный самолет, немножко его, так сказать, переоборудовав, и как противопожарный самолет. Но анализ ситуации в России показал, что противопожарный самолет очень нужен. Но сам «Альбатрос», имеющий взлетную массу почти 90 тонн, велик для этих задач. Потому что многие пожары у нас в лесах происходят, где поблизости есть только внутренние водоемы. 90-тонную машину посадить туда и забрать в воду достаточно сложно. Было принято решение построить аналог «Альбатроса» вдвое меньшей размерности. Такая машина появилась в 1998 году. Бе-200 был создан специально для применения в чрезвычайных ситуациях, как универсальный и противопожарный гидросамолет. Система водозабора для него была сконструирована в ЦАГе. В пожарном варианте Бе-200 на режиме глиссирования за 10 секунд может принять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом он сбрасывает на очаг пожара 360 тонн воды. Этого достаточно для тушения возгораний на площади 100 квадратных километров. Система водозабора для него была сконструирована в ЦАГе.